Добро пожаловать на лучший канал про кино Тип Топ, и в этот раз мы подготовили для вас ТОП-10 мелодрам 2023 года, которые уже вышли в хорошем качестве. А если ты хочешь выиграть 5000 рублей, то подпишись на канал, нажми лайк и колокольчик, поделись этим видео в любой социальной сети и посоветуй фильм в комментариях. За самый интересный совет я отправлю деньги на банковскую карту, а это победитель из прошлого видео. Может в этот раз выиграешь именно ты? Жду тебя в комментариях. Выполняй и побеждай! Приятного просмотра! Привет, киноманы! Небольшой квиз для вас. Что общего у химии и кинематографа? Напоминаю, кинематограф это взрыв эмоций, а химия тоже может быть весьма взрывной. И именно в этом смысле мы сегодня поговорим об удивительной истории одной химички по имени Рита. Когда учительница химии оказывается втянутой в криминальную историю, ей приходится применять все свои знания и навыки, чтобы выжить. Рита не просто химик. Ее умение манипулировать химическими реакциями становится ее спасением и одновременно капканом в мире преступности и опасности. Вас ждет сериал, где каждая серия — это гонка со временем и погоня за Ритой. Убить Риту — это не просто боевик. Это боевик с элементами химического хаоса и мистики, который вы еще не видели. В сериале, помимо прочего, раскрываются еще и интимные отношения героев, что делает его по-настоящему уникальным и захватывающим. Заинтригованы? Тогда кликайте на ссылку в описании и смотрите трейлер-тизер. И помните, если вы устали от банальных историй и ищете что-то эксклюзивное, то премьер — это именно то, что вам нужно. Подпишитесь всего за один рубль и погрузитесь в мир качественного кино. Десятое место. Переполненная комната. Лето 1979 года. Манхэттен. Дэнни Салливана задерживают по обвинению в убийстве. Следовательница Рия проводит с Дэнни многочасовые беседы, чтобы понять, какая цепочка событий привела молодого человека к роковому дню. Дэнни, я пытаюсь тебе помочь. Я вообще-то ни в кого не спрятал. Лучше признать себя виноват. Они все в этом замешиваются. Если я права. Дэнни не виноват. Что ты скрываешь? Девятое место. Укрытие. В недалеком будущем выжившие 10 тысяч человек живут в огромном бункере глубиной в 144 этажа. Люди верят, что мир мертв, воздух снаружи отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. Всю информацию они получают с помощью огромных экранов, на которых транслируется изображение с внешних камер. День за днем, глядя на безжизненный серый пейзаж, обитатели безропотно подчиняются устоявшимся правилам, главное из которых – никогда не выходить из бункера. Готов ты пожертвовать ради этого всем, что имеешь. Время уходит. Его почти не осталось. Это угроза безопасности укрытия. Плевать на безопасность. Мне одной важно знать правду. Восьмое место. Капли Бога. Пока мир вина оплакивает смерть Александра Леже, его дочь Камила, которую он не видел много лет, узнает, что стала владелицей его уникальной коллекции. Но чтобы заявить о своем праве на наследство, Камила должна помериться силами с протеже отца Исайем и проверить свои способности. Она способна ощутить то, чего я не понимаю. Это не просто тест. Это послание. Между нами явно что-то есть. Наследство – это трагедия. Седьмое место. Любовное сражение. История отношений мужчины и женщины, которые не хотят уступать друг другу ни в чем. Шестое место. Помогите мне, Тодд. Талантливый местный детектив Тодд лишается лицензии, и его успешная и властная мать-юрист Маргарет предлагает сыну должность следователя в своей фирме. Теперь им предстоит вместе заниматься делами клиентов и решать собственные семейные конфликты. Пятое место. Ночной агент. Во время очередного дежурства агент ФБР Питер Сазерланд принимает звонок по линии экстренной связи от обычной девушки Роуз Ларкен, которую, по ее словам, хотят убить. Пытаясь спасти Роуз, Питер оказывается в эпицентре масштабного заговора. Четвертое место. Кроли, чья нора. Джон Вэйр, мастер обмана в мире корпоративного шпионажа, оказывается подставленным могущественными силами, обладающими способностью влиять на население и контролировать его. Вэйра обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Третье место. Любовь и смерть. У Кэнди Монтгомери и Бетти Гор много общего. Они обе поют в церковном хоре. Их дочери – лучшие подруги. Но за фасадом идеальной жизни скрываются страшные тайны. И очень скоро кто-то из них возьмет в руки топор. Это Техас. Здесь люди готовы простить убийство. А вот измену – это вряд ли. Судья должен увидеть в тебе человека. Рано или поздно правда всплывет наружу. Второе место. Грызня. Незнакомцы Эми и Дэнни переживают трудный период в жизни. Она чувствует душевную пустоту, а он – пустеющий банковский счет. Однажды их автомобили сталкиваются на парковке, и случайная перепалка перерастает в ненависть. Оба начинают делать все, чтобы посильнее насолить противников. Ты это начала? Я? Да. Это ты на меня поехал, будто псих какой-то. Ты показала мне палец, вся такая на нервике. Вы ехать собираетесь или как? Что ты сказал? Повтори. А ну, повтори. Грызня. Первое место. Мисс Дэвис. Монахиня Симона вступает в борьбу с искусственным интеллектом под именем Миссис Дэвис, которая захватывает умы людей. Для победы Симоне в группе сопротивления нужно отыскать Святой Грааль. А какой из фильмов добавил бы ты в этот список? Напиши название или даже сразу несколько названий фильмов или сериалов 2023 года, которые ты считаешь лучшими в этом году. Если твой фильм мне понравится, то я отправлю тебе 5000 рублей на банковскую карту. Пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал и нажми колокольчик, ведь я очень старался. Смотрите только хорошие фильмы, а я посмотрю плохие. Субтитры сделал DimaTorzok